Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о старом, но очень важном дневнике разработчиков Хойки, посвященного морским минам. Как вы знаете, странам-минорам при начале боевых действий с крупными странами приходится очень туго, особенно на море. Оно и понятно, когда у тебя на всю страну 20 ПП, линкоры с авианосцами ты увидишь только в своих влажных мечтах. А в скором времени к тебе приплывут веселые десанты, сбить высадку которых тебе навряд ли удастся. Мины помогут не только небольшим странам, но и гигантам. С их помощью можно прикрыть те места, куда не хотелось бы отправлять основную флотилию. Стоит отметить, что минные заградители и тральщики не станут новыми полноценными кораблями. Вам потребуется модификация своих обычных кораблей. Для мин будет специальная ветка технологий и, как было сказано ранее, корабли, пригодные для проведения заградительных работ. С этой задачей справятся эсминцы, легкие крейсера, а также подлодки. Немцам с их сотнями подлодок этот вариант отлично подойдет. На более позднем этапе появится возможность сбросить мины с воздуха. Соответственно, для ваших кораблей появятся новые миссии. Постепенно, с помощью исследований, вы будете улучшать ваши мины. Их разрушительное действие возрастет, устройство станет хитрее и интереснее, ну а в конце концов, ваши подлодки будут способны ставить мины при помощи торпедного аппарата. Для избавления от мин понадобятся тральщики со специальной морской миссией по тралению мин. Судя по всему, каждой флотилии будут требоваться тральщики, ведь без них ваши корабли будут ждать веселые и увлекательные приключения, подобные игре сапер. Еще один способ защитить ваши корабли от мин – это изучить технологию размагничивания, дабы магнитные мины работали не так эффективно. Вы можете тралить мины с воздуха, но это уже совсем извращение. Так в чем суть мин? Да очень просто. Они взрываются и могут как просто слегка поцарапать корабль, так и вовсе потопить. Противнику потребуется время, чтобы полностью очистить регион от минных заграждений. А если он сунется туда без тральщиков, то его будет ждать куча проблем. С помощью специальной таблицы вы сможете отслеживать потери, которые вам нанесли вражеские мины. У мин также будет пассивный эффект. Они увеличивают ваше влияние в регионе, замедляют вражеские корабли и увеличивают штрафы для вторжения в прибрежные области. Мины можно устанавливать только во время войны, и они исчезнут, если страна окажется в состоянии мира. Это с одной стороны хорошо, а с другой нет, ведь наверняка при начале крупномасштабной войны вы даже не успеете вывести свои корабли в море, вас уже заутюжит ваш противник. Но, тем не менее, вы всегда будете знать, как много мин находится в области, как с ними обращаться, и стоит принимать их во внимание. Это значит, что с новой системой морского доступа вы сможете приказать своим кораблям и конвоям избегать плотно заминированных областей. Но, разумеется, вместе с тем это ясно укажет вашим врагам, где нужно охотиться. Наличие преимущества в войне шифров также даст некоторую пассивную защиту от эффектов мин, так как вы сможете получить больше информации об их расположении. Таким образом, мины действительно очень сильно повлияют на ход морских боев. Кстати, на моем канале вы можете найти еще один дневник разработчиков Хойки-4, и посвящен он Соединенным Штатам Америки. Поэтому переходите по ссылке и обязательно узнаете, как теперь будет проходить гражданская война в США. Субтитры создавал DimaTorzok